Волжская Булгария Волжская Булгария Волжская Булгария Волжская Булгария Волжская Булгария Волжской Булгарии 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 начинается самое интересное. Оказывается, в этих самых границах, точь-в-точь, до прихода булгар вдоль Волги от Самарской Луки на юге до устья Камы на севере, издревле проживали прославянские племена именьковской культуры, прямые предки современных жителей Западной Украины, Белоруссии, и Польши. Опа, приехали. Средняя Волга, оказывается, родина славян. И об этом мало кто знает. Поэтому булгары не шли наугад на север вдоль Волги и не захватывали земли непокорных у графин, а скорее всего вернулись на историческую родину к родственным племенам. Неужели булгары разговаривали на славянском языке и, вероятно, тоже были славянами? Звучит как-то фантастично. А есть ли этому доказательства или какие-нибудь подтверждения? Оказывается, есть и очень много. Интересный факт. По свидетельству Татищева, Георгиевский собор, Белокаменный собор XIII века, расположенный в городе Юрьеве Польском Владимирской области, был построен булгарскими мастерами под руководством великого князя Владимирского Святослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо. Оказывается, Владимирский князь вызывает мастеров для строительства христианского храма не из Византии или Киева, а из булгарского царства на Волге. И это в то время, когда вся Булгария по официальной справке была уже почти 300 лет мусульманским государством. Оказывается, лучшие знатоки христианской архитектуры и лучшие строители христианских храмов и церквей почему-то проживали в XIII веке не в христианском, а в мусульманском государстве. Абсурд получается. Получается, если верить официальной истории. Идем далее. В самых ранних захоронениях так называемого домонгольского периода до начала XIII века археологи почему-то обнаруживают только славянские и угрофинские элементы украшения и домашние утвари. Многие археологи удивляются полному сходству обнаруженных браслетов, и перцней в булгарских захоронениях с захоронениями старой Рязани. А вот чисто мусульманских захоронений ранее XIV века практически не обнаружено. В конце XIX века в Шигонском районе Самарской области было обнаружено старинное огромное булгарское кладбище XIV века. Возраст кладбища определили по найденным монетам среди предметов в захоронениях. Многие найденные монеты относились к первой половине XIV века, времен хана Узбека. Так вот, почти все тела относились к финно-угорской и славянской группе. В захоронениях часто встречались языческие украшения и перцни с браслетами христианской символикой. Это ломает общепринятый стереотип, что на землях Булгарии главенствовало мусульманство. Об этом заявил еще в 1895 году автор раскопок этого могильника, российский археолог и этнограф, почетный член Российского императорского археологического института Владимир Николаевич Поливанов. Известный советский антрополог, доктор исторических наук Татьяна Алексеевна Трофимова, в своей монографии, посвященной народам Поволжья, заявляет, что в многочисленных могильниках булгарского города Сувар были обнаружены останки исключительно европеоидного типа людей. Советский антрополог-профессор Георгий Францевич Дебец в своей работе «Турко-финские взаимоотношения» в Поволжье отмечает, что среди древних народов Поволжья был распространен только европеоидный тип. Изучение черепа булгар и чуваш в своей массе не имеют признаков тюркского типа, характерного для монголоидных кочевников Нижнего Поволжья и Средней Азии эпохи Золотой Орды. Археологические раскопки в 20 веке тоже подтвердили версию о том, что среди жителей Волжской Булгарии преобладали именно славяне и угрофинские народы, которые имели европеоидные черты. А про крупные христианские армянские поселения по всему Булгару в домонгольский период я и не говорю. Как видите, Булгария никогда не была исключительно мусульманским государством, как нам постоянно вбивает в голову. Скорее наоборот, до 14 века на Волжской Булгарии преобладало христианство язычества. Мусульманами были, вероятнее всего, только знатные правители и их окружение. А давайте взглянем на восточный мавзолей-усыпальницу Булгарской знати в историко-археологическом музее-заповеднике. Согласно официальной местной легенде, мавзолей был построен для упокоения праха дочери булгарского князя, умершей в июне 1291 года. До этого на месте мавзолея якобы находилась кузня, а в середине 13 века даже кладбище. Если рассматривать это сооружение с точки зрения архитектуры, четырехстенная основа с переходом в шести или восьмистенную башню, то это творение изначально не могло быть мусульманским мавзолеем или усыпальницей. Это чисто древнее христианское сооружение и, вероятно, было частью какой-то христианской церкви или монастыря 13 века. Для примера, подобные конструкции имеют все самые ранние христианские церкви в Владимирсуздальском и Рязанском княжествах или даже в новгородских землях. Могу предположить, что после прихода ислама в эти земли многие христианские церкви были переделаны под мечети, и христианская звонница или церквушка стала мавзолеем для булгарской знати. Не зря в начале 18 века православные монахи попытались вернуть первоначальный облик мавзолея на северной части Соборной площади и сделать из мавзолея христианскую церковь святого Николая. Я сомневаюсь, что христианские монахи не понимали, что делают, и вряд ли бы посягнули на мусульманский мавзолей без особых на то причин. И хотя церковь вскоре была упразднена по велению Екатерины II в 1732 году, название почему-то так и осталось. Активное монголоидное вливание приходится именно только на период Золотой Орды, когда в булгарские земли вошли тюркские орды. Именно в это время и начинается активное насаждение ислама и его влияние влияние на культуру и архитектуру Булгарии. Именно во времена Золотой Орды в Булгарии массово переселяются тюркские племена из Средней Азии и Востока и к концу XIV века занимает главенствующее положение ислам. По сути, в XIV веке начался постепенный передел собственности. Татара-кипчахская знать захватила власть на Средней Волге. История древних булгар была стерта и записана заново. Булгарские князья и их люди, отказавшиеся принять мусульманскую веру, были вынуждены бросить родовые дома и имения и бежать в Московию. Те же из болгарских булгар, кто признал власть татар и сменил язык и веру, остался жить и править дальше на своей земле. Так закончилось покорение Волжской Булгарии, население которой долго и упорно сопротивлялось иноземному нашествию. Так закончилась булгарская эпоха, но наступила новая, не менее интересная татарская история на булгарской земле. Но это уже другая история. В данном видео я умышленно не затрагиваю роль других народов в истории Булгарии, такие как Чуваши, Мар-2, Башкиры и другие. Это большие темы для отдельных видео.